Мы на месте. Мы приветствуем Елену. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Она меня слышит? Она слышит, а я ее не слышу, потому что она как в голограмме стоит, у нее какой-то обруч на голове и руки у нее сзади. Я не вижу, в чем они, но как держат сзади руки. Хорошо. Снимаю все эти подключки на голове, снимаю эту голограмму и разрезаю эти наручники на руках. Один, два, три. И все это выходит, формируется в шар перед Еленой. Готова. Отправляю этот шар в клетку тюрьмы. Она руки сейчас берет, сделала и трогает запястье и говорит, а наконец-то я разрешаю свою проверку. Но у нее в ногах что-то есть, что-то черное, колено, как сапоги. Подсвечивается это черным цветом, эти энергии, видишь их? Да. Силом его намерения снимаете сапоги, все частички этих энергий выходят, летят по эти сапоги, которые зависают перед Еленой. До ста процента все выходит. Готова. Отправляю в клетку тюрьму. Есть, и у нее голограмма, и обруч, вот эта подключка с головами в разные отсеки пошли. Ага, хорошо, запишу отдельно обруч. Итак, мы все убрали, можно сканировать? Да. Даю команду, значит, три. Скэнер сканирует пространство над головой Елены, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Елены, находит все. Не, демон. Демон, хорошо. Демон у нее 12-й, и от него идет информация, что он предотвращает твой вопрос, что ты тут делаешь. Контракт у тебя. И он отвечает, развлекаюсь. А, вот так вот даже. А как ты думаешь, что будет, если я начну развлекаться? Нет, ты не понял. Развлекаюсь азартными играми. У тебя есть контракт с ней? Да. Хорошо. Если у тебя есть контракт, значит, у тебя есть контракт. У меня в этом отношении вопросов нет. Дальше. Кто еще присутствует? Инкуб. Инкуб есть. Красный дракон. Красный дракон. Гуманоид. Гуманоид. Все. Ну, это достаточно, куда уже больше. Я не знаю, как остальные туда влезли. Откуда гуманоид? Серьезно. Как долго ты находишься в гуманоид системы, в этом биополе? Он почему-то показывает на этот обруч вокруг головы у нее. И это как такой пояс обрамляющий. Он как космический. То есть он показывает, что он перенес систему сюда. Это орбита. Хорошо. И сколько ты находишься? Только он лет 14-15, он говорит. Так долго у тебя контракт с ней? Или как объяснить такое долгое присутствие в этом биополе? По моей орбите ходит она. Это орбита. Я не совсем тебя сейчас понимаю. Кто по чем ходит? Ты находишься в клетке тюрьмы. Она стоит перед тобой. Кто куда идет? По какой орбите? Он говорит по 15 лет. Он ее настроил на определенную орбиту, которую она живет в последние 15 лет. И какая цель этой орбиты, по которой она ходит последние 15 лет? Под моим присмотром она. Хорошо. Какой у нас красный дракон, Вера? 35-86. Дракон 35-86. Что ты делаешь в этом биополе? Право. Контракт? Контракт. Уже второй контракт. Хорошо. Идем дальше. Инкуб. Сколько ты присуствуешь в этом биополе? Меньше 4. 3,7. Чего? Дня? Месяца? Года? Года. 3,7 года. А красный дракон, сколько ты присуствуешь в этом биополе со своим контрактом? Всегда здесь был. В прошлых. В жизни мы... Понятно. Воплощались, он говорит. Ну как, она воплощалась, а ты к ней привоплощался. Демон, я забыл у тебя спросить, сколько ты со своим контрактом находишься в этом биополе? 7 лет. О, ты посмотри, одни долгожители. Ну что ж, начинаем тогда работать. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Елены спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, а также их артефактам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Елене. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. И усилий потоки 50 раз. Кто из вас присутствует в квартире Елены? Мы ее сегодня проверяем. Молчат? От них информация идет, там лучи. Не высовываются они из нее. Понятно. Защита, значит, не дает им вылезти. Но мы проверим. Иногда изнутри гуманоиды могут разрушать. Разрушаем, но не так быстро. Глата встанет на место. Это кто говорит? Гуманоид. И на какое место она встанет, гуманоид? Потолок показывает. Ты имеешь в виду после нашей чистки? После того, как уменьшить лучи. Это теория. Может, я сегодня подниму еще выше и посмотрим. От этого не увидишь, к сожалению. Тебе придется отвечать перед другой инстанцией. Я бы тебе показал, как работает защита. Но поверь на слово, они будут работать. Реверс закончился. Хорошо. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Елена забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная. Чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли, до последней капли возвращает Елена себя обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. И посмотри, что идет. Скэнер, пока идет реверс, дай мне полноту души Елены на настоящий момент. 97. 97 процентов, 3 процента наверняка будут в контракте. Готово. Хорошо. Елена, вы видите сущности в клетке тюрьмы, которые сидели в вашем биополе. Да, вижу. У двоих из них заключен с вами контракт с демоном 7 лет и с прошлой жизни с красным драконом. Также вам не хватает 3 процента души, которые наверняка заключены в эти контракты. Вы желаете вернуть свои частички души назад и расторгнуть эти контракты? Да. Сконцентрируйтесь на этом намерении и мы переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Елена взяла ответственность за свою жизнь в свои руки и выразила это намерение. Я говорю в слухе, и тонкая копия повторяет за мной. Я. Активные подсвечиваются. Ну, у нее один контракт, как книга, вышел с драконом с красной энергией, и он такой полстый. А второй контракт, он больше картинка, и здесь она с демоном как спор какой-то заключает. Интересно, Дима, на каком споре идет речь? Расскажи. Отыграешься и отыграешься? Да, да. Понятно, я считал. Да у тебя получится, а ты отыграешься. Давай еще сыграй, правильно? Хорошо. Ну, это твоя работа. Она тебя впустила добровольно. Соответственно, вопроса у меня по этому отношению нет. Итак, приходим к аннулированию контрактов. Пусть повторяет за мной. Внутренням властью моего суверенного я, я объявляю распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Она есть. Из контракта с драконом дело седа возвращается. А из другой вот этой картинки, из нее как крючок кисто соединяется и падает. И азарт, то есть она и на крючок ломит. Ну, конечно, на крючок. Хорошо. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро и сбрасывая все эти контракты, недоговора и крючки на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Дракон, у меня к тебе еще один вопрос. А сколько ты жизни с ней уже, с Еленой? И о чем она у тебя просила? Показывает. Да. Это 1402 год. Да. А здесь такие, типа, как в Китае, какие-то здания с крышами вот так. Вижу, вижу, вижу. Да. Подвернутые. Вижу. И она мужчина, у нее красивый наряд. Такое, как... Не плитой, не знаю, пиджак, как сказать. Он питальный. Сзади такая длинная штука. Я вижу. И большой меч. Воин. Он ищет кого-то. Какого-то? Он ищет другого какого-то... С кем-то сразиться? Да, но он именно намеренно лицо ищет. Мужчину какого-то. У него задание убить. Хорошо. И как в эту игру входит дракон? Что он предложил? Дракон до этого с ним был уже, во-первых, он научил владеть мечом. И здесь идет развязка, он находит этого мужчину, он его расчленяет своим мечом, причем он очень зол и доволен, когда он это делает. А начинает он как раз с рук, он отрубает ему руки по локоти. Понятно. От этого, значит, у нее идет эта визуализация, она видит часто мужчин без рук. Это напоминание о контракте. И напоминание о том, что дракон здесь по праву. Все понятно. Принадлежит часть души. Принадлежала. Давай говорить об этом. Контракт уже аннулирован. Я просто попросил о разъяснении к этому контракту. Благодарю. Идем дальше. Поскольку рассинхронизацию, вернее, контракты мы убрали, начинаем с вытаскивания того, что осталось. Демон на двоей чистоте. Что осталось еще, что я не вытащил? Подожди, здесь картинка, это она продолжается. Давай. То есть, когда он убил этого мужчину, расчленил его, и он его отканул в области сердца вот этот большой меч, он как победитель над ним стоит. И он считает, что он убил зло. Но я не знаю, почему это можно дальше раскручивать, там, между семьями какая-то. Вражда, да? Да. Все понятно, дракон. Скажи мне, он просил тебя о каких-то сверхъестественных силах в той жизни? Меч, он его научил. Был отец Чечан. Я даже не знал, что драконы. Показывает, что у него этот меч в руке, он как сам крутится. Делает какие-то движения, и ему даже рукой не надо. То есть, только запястье перебирает этот меч, как живой этот меч у него. Я понял, как такой уровень особого мастерства, с немного магией дракона. Хорошо, я получил картину. Итак, демон, переходим к тебе. У тебя что-то осталось в биополе, что я не вытащил? Нет. У лярвы есть в биополе у Татьяны? Крючочки. Прошу прощения, у Елены и лярвы остались в биополе? Есть у нее лярвы. На руках есть лярвы. Ниже вата и горло. У лярвы затемнение. Хочешь забрать эти затемнения? Энергии особенные, собранные. Хочу. Выходи, забирай. И возвращайся назад. Готово. Идем дальше. Инкуб, твоя очередь. Выходи. Снимай все, что ты оставил в биополе. Елена, отключайся полностью. А что он оставил? У нее какой-то как медальон висит. Он снимает. Но он широкий. Он сам круглый. А дальше к шее идет полностью, как накидка такая на шее у него. И она в медальон идет. И этот инкуб, он спит у нее. Сердце вниз? Нет. Сердечный очаг. Сердце и вниз идет. То есть он начинает сердце и вниз. Он поджимает ноги или что у него там. Показывает, как он на ней. Как в ее теле присутствует. А как воздействовал этот медальон на нее? Как ее видели другие люди? Недоступный, высокомерный, неприступный. Здесь другой каст, имеющий медальон. Хорошо. Все понятно. Твои намерения понятны. Идем дальше. Красный дракон. Выходи. Вытаскивай платы. Контракт аннулирован. У тебя нет никаких оснований здесь находиться. У него почему-то на руках подключки. То есть у него нет палат. У него была вот эта голограмма. И на руках какие-то такие круглые, как чипы. И это перенос вот этой виртуальности, который… Не понял, перенос чего? Как виртуальность какая-то, где она мечом крутила, да? Да, да, да. Это какой-то опыт ей в руках остался. Оттуда у нее и был на руках, на ладонях. Затемнение, которое снял. Все понятно. Он забрался. Снял, да, с ладоней. Хорошо. И переходим к гуманоиду. Гуманоид. На твоей чистоте что-то осталось, что я еще не вытащил. А вот подожди еще дракон говорит, что это и есть магические вот эти заклинания. А. Вот такая у вас сильная магия. Откуда у тебя знания про мечи дракона? Я знаю, вы помогали там китайскому кайзеру. Тренировали его личную армию. Кто-то мог прыгать на несколько метров вперед и так далее. А вот искусство меча, откуда оно у вас? Меч, что оружие, самураи. Это верно. Я просто не знал, что вы владеете этими знаниями. Хорошо. Итак, гуманоид, обращаюсь к тебе на твоей чистоте, что осталось. Он показывает, что наручники это его были. Да. Остались фантомы на запястьях и на голове у нее есть подключка на лбу. Хорошо. Вытаскиваю эту подключку из-за лба. Все эти энергии также летят и формируются в шар перед ней. Вместе с этой подключкой все формируется в шар. У нее выходит как пластина, и от этой пластины такой какой-нибудь большой козырек. Да. Закрывающие глаза. Ах, вот как оно было подключено. Хорошо. Отправляю все это в клетку-тюрьму. Даю команду на рассинхронизацию Елены с демоном, инкубом, красным драконом, гуманоидом и всеми их артефактами на счет 3-1-2-3. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готова. Включаю внутренний белый свет Елене, и она выдавливает из себя все негативные патогены низкоабрационной чужеродной остаточной энергии на частотах интерферента боих подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Есть шар. Открывая под ним воронку, в галактическое дро он уходит на переработку. Закрывая печаты, растворяя, даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия стегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает канал и отстегивается. Открывая воронку в галактическое дро, он улетает на переработку. Закрывая печаты, растворяю. Скэнер, дай мне полниту души Елены на настоящий момент. Что? Отлично. Хорошо. Начинай отпускать инкуб. Ты больше в это биополе не придешь. Тебе это понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая печаты, растворяй. Красный дракон. Контракт аннулирован. Ты готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая печаты, растворяй. Демон. Ты хочешь получить эмоциональный фантом? Я же думаю, ты не хочешь с пустыми руками уходить. Эмоции? Давай. Тогда назовешь мне пару основных эмоций, из чего все вытекает. Я сейчас буду зачитывать их. Он показывает на гуманоида, оттуда все вытекает из его орбиты. А вот так вот даже. Хорошо. Вперед в мозге. Выходит эмоциональный фантом Елены. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоабрационные эмоциональные энергии. Проецируется на ее эмоциональном фантоме. И фантом выходит. На фантом серый вышел, но он какой-то как задерган, у него такие резкие движения. Хорошо. Елена, так выглядит ваше эмоциональное состояние. Вы готовы избавиться от этих энергий? Готова. Сворачивайте энергии в шар. Забираешь демон? Да. Отправляю демона и слушаю тебя. Назови мне пару частот. Нервозность. Скажу сразу. Здесь нет депрессивных ноток. Здесь все, что можно подергать крючочками. За что можно зацепиться? А это практически все. Все, что я перечислил. Нет апатии. Нет депрессии. Нет нижних темных вкусных. Есть поверхностные. Нервозность. Разочарование. Еще там какое-то ты назвал. Хорошо. Я в принципе понял все, о чем ты хотел сказать. Я увидел это. У меня вопросов больше нет. Ты получил, что ты хотел. Ты готов ходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Он забирает, что принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. У нас остался гуманоид Ли. Я прошу тебя выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствуйте еще раз Ли. Посмотри, пожалуйста, гуманоид Сириуса. Сидел между 14 и 15 годами. Запустил человека по какой-то орбите ходить. То есть она ходила как бы по кругу. Это то, что я мог понять. Сколько у него таких по кругу ходят? Не спросил? Я думаю, ты узнаешь. Я не спрашивал. Я узнаю, конечно. Хорошо. А сколько у тебя таких гуманоид, которые по кругу ходят? 322. Вот это ты плодотворно поработал. Ну что ж, я думаю, достойно оценку ты получишь. Благодарю, Ли. Артефакты уничтожать? Уничтожай. Под всеми артефактами открывается воронка в галактическое ядро, и они уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. 322. Способны. Забрали. Хорошо. Поехали дальше. Поехали по частотам. Переходим на чистоту магическое воздействие, если таковое силе было, проявляется. Сейчас выйдет, наверняка, фантом дракона, да? Или есть магия, Вера? Здесь только фантом дракона. Здесь картинка, где он общается с этим драконом. С той жизнью, да? Вышло это? Да. Открывай воронку в галактическое ядро и сбрасывай этот фантом на переработку, эту мыслеформу. Закрывай, опечатывай, растворяй. Переходим на чистоту. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Елена, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Очень интересное сочетание. Я чувствую пустоту внутри себя. И в то же время это легкость и наполненность тем, чем я могу доверять. Вы чувствуете то, что сущности не присутствуют в вашем биополе. И это, возможно, вы воспринимаете как за пустоту. На самом деле это чистый сосуд, который наполнен чистой светлой энергией, вашей родной энергией, с вашего объекта, откуда вы пришли на Землю. Возможно, вы забыли за этим… Все, я вижу лучи. Из меня идут лучи. Вот так оно выглядит на самом деле. Абсолютно верно. Меркабус вы видите? Чувствую. Не забывайте ее активировать, заполняться энергиями, вибрациями. Не забывайте сбрасывать негатив после сеанса. Это очень важно. Как это делать, мы показали в этом сеансе. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа.